Отгремели президентские выборы, страна в ожидании инаугурации нового главы государства, но не стоит забывать, что президентская кампания – это только начало избирательной эпопеи, длиной более года. Завершится она весной 2020-го, когда мы будем выбирать местные советы. Ну а эпицентром всего этого политического марафона станут выборы в Верховную Раду. Если распуска парламента удастся избежать и все состоится в срок, то выбирать народных депутатов мы будем 25 октября. Рискнет ли президент распустить действующий состав Верховной Рады и назначить досрочные выборы? Это первый из двух актуальных вопросов. Второй – сохранится ли существующая система выборов в парламент, по которой половину депутатского корпуса мы избираем по партийным спискам, то есть голосуем за партии, а половину по мажоритарке, то есть делегируем представителя от своего округа в парламент. В экспертной среде заговорили о том, что мажоритарку могут вовсе отменить и оставить только списки, дескать, большой стране – большие партии. Но есть здесь серьезная проблема. Вспомним историю. В 2007 году в стране прошли досрочные парламентские выборы, без мажоритарной системы. То есть украинцы голосовали только за партии. В результате страна погрузилась в глубочайший политический кризис. Рейтинг оранжевой команды во главе с Виктором Ющенко рухнул. На президентских выборах 2010 года победу одержал Виктор Янукович. Понимая, что на одни грабли наступать дважды не стоит, мажоритарку вернули. В 2012 году очередные выборы в Раду прошли по смешанной системе и действует она до сих пор, причем весьма эффективно. Эксперты утверждают, главное ее преимущество – люди голосуют за конкретного депутата от их округа. Кто популярен, тот и побеждает. Проблема не в избирательной системе, а проблема в качестве партийного лидерства, в качестве политических партий. И в том, что сегодня политические партии в своей основе, за небольшим исключением, они практически являются продуктами рыночной конкуренции. То есть это маркетинговые проекты, которые просто ставят перед собой целью при помощи хорошо разработанной рекламной кампании, хороших качественных политических технологий зайти в Верховную Раду. Весь механизм, все институты власти, они сбалансировали или изменениями в Конституции, или законами возможность простому гражданину быть абсолютно защищенным в необходимой мере, в достаточной мере перед теми вызовами, которые ему готовят жизнь. Из-за этого мажоритарная система останется. Она сейчас необходима, она катастрофически необходима. Скажем так, это практически единственный шанс в многих случаях, мы знаем, на примере нашего города это происходило, когда уже последняя инстанция это был народный депутат. Необходимость сохранения мажоритарки актуальна как никогда. В рамках реформы прокуратуры гособвинители лишили функции общего надзора. То есть теперь простому гражданину обратиться в прокуратуру стало практически невозможно. Орган представляет только интересы государства, а не конкретного человека. Депутат-мажоритарщик остался единственным представителем людей в органах власти. Именно к нему можно обратиться за защитой от несправедливости, преследования, злоупотреблений, невнимания местных и столичных чиновников всех мастей. Он стал своего рода народным трибуном. Люди это понимают и результаты социологического опроса это понимание подтверждают. Сотрудники Центра этнических и политических исследований лад поинтересовались у одесситов их мнением по поводу возможной отмены на будущих выборов мажоритарной системы. Результаты исследования более чем однозначны. 89% одесситов знают о том, что в Украине действует смешанная система выборов. Половину парламента избираем по спискам, а половину по мажоритарке. При этом 65% опрошенных поддерживают именно вторую и считают ее наиболее приемлемой и эффективной в Украине. Сторонников смешанной 23%, пропорциональной всего 12%. И самые показательные цифры 73% горожан убеждены, что ближайшие выборы в Раду должны проходить по мажоритарной системе. 21% опрошенных считают, что можно было бы сохранить действующую смешанную систему. И лишь скромные 6% участников соцопроса отдают предпочтение партийным спискам. «Либо вообще только мажоритар, либо такая. А вот эта смесь бульдога с носорогом, вот на этом и делаются все фокусы». «Мы можем выбрать этого человека, узнать его биографию вообще, на что он способен и на его прошлое». «А вот, а если списки?» «Мне не нравится это. В списки прошли, там 30 человек, неизвестно кого всунули, там чуть ли не свою секретаршу. И она всегда кнопочки нажимает, а нашу страну надо экономически поднимать». «Социологи всегда показывают, что по данным всеукраинских, ну и наших тоже местных одесских социологических опросов, на первом месте у людей находится мажоритарная избирательная система. Это значит, что большинство граждан Украины и в том числе большинство жителей города Одессы хотят, чтобы их представлял абсолютно конкретный человек, абсолютно конкретный депутат, личность, которая будет отстаивать их интересы». Ярким примером эффективной работы на мажоритарном округе является народный депутат Сергей Кивалов, бессменный представитель Приморского района Одессы в парламенте, получает безоговорочную поддержку его жителей, начиная с 1998 года. Его заслуга – это многочисленные социальные проекты, развитие инфраструктуры, лоббирование интересов горожан в парламенте, бескомпромиссная политическая позиция и, главное, тесное общение с жителями округа, личные приемы и помощь в решении конкретных проблем людей. «Из самого названия явствует народный депутат. Раз народный депутат Украины, значит, он должен кем избираться? Конечно, народом, а не списками. Мы уже проходили, и попадали у нас в парламенты и кухарки, и водители, и официанты, мы уже это проходили. Надо остановиться на этом, и я глубоко убежден, что самая лучшая система на этом этапе развития экономики в Украине – смешанная система. 50% – мажоритарная система, 50% – пропорциональная». «Население все-таки пока еще здраво и, скажем так, прагматично смотрит и доверяет тем мажоритарщикам, которые удержат систему в таком сбалансированном состоянии, в устойчивом состоянии, когда они как раз являются народными представителями. Те, кто на округах в свое время работал, у кого есть авторитет, у кого есть имя. Кивалов – да, это образец народного депутата для нашей всей страны». Сергей Кивалов убежден, прежде чем вносить изменения в избирательное законодательство, необходимо поинтересоваться об этом мнением граждан Украины. И для этого нужно принять закон о референдуме. «Нужно все-таки спросить у граждан, те, которые избирают. Я уверяю вас, если вы придете и возьмете любую территорию или в целом в стране спросите, то больше 90% граждан вам скажут, что мы хотим сами избирать себе конкретного депутата. Вначале, прежде чем менять эту систему, давайте сделаем и запустим закон о всеукраинском и местном референдумах. Мы спросим у граждан, как они хотят, и нужно так делать». «Есть действительно у нас народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, который является константой и который по Приморскому району, по Приморскому избирательному округу доказал своей работой на протяжении десятилетий, что именно он может представлять интересы одесситов в Верховной Раде Украины». Апологеты пропорциональной партийной системы выборов аргументируют свою позицию якобы европейской практикой, но они лукавят. В Великобритании, Канаде, США действует мажоритарная избирательная система. Единственный нюанс – там кандидаты выдвигаются политическими партиями. В Венгрии, Италии, Японии – смешанная система. Часть парламента, как у нас, избирается по мажоритарной, а часть – по пропорциональной. Даже в Польше одна из палат парламента избирается полностью по мажоритарке. Почему бы в Украине не сохранить то, что уже есть и работает? Ведь успех кроется не в количестве изменений и их регулярности, а в повышении качества работы действующих институтов власти. И когда есть с кого спросить, появляется чувство ответственности. И это главный плюс именно мажоритарной системы.